Очевидно, что государство пытается переложить на наши с вами плечи ответственность за наши же будущие пенсии. При этом сохраняются гигантские платежи в пенсионный фонд, который гарантирует в лучшем случае на старости лет физиологическое выживание. Как говорит депутат Делягин, чтобы не сдохнуть, в следующем году новое повышение возраста выхода на пенсию. При этом пресловутая индексация на тысячу силуанова, которую обещали всем старикам, не всем достанется. Это сухо остаток на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. На мой взгляд, пора подвести промежуточные итоги так называемой пенсионной реформы. Они неутешительные. Реальный размер средней ежемесячной пенсии в нашей стране в прошлом году снизился на 2,4%, если сравнивать показатели год в году. Реальные пенсии снижаются практически весь текущий год. Маловероятно, что в новом 2022 ситуация кардинально изменится к лучшему. Самая главная проблема пенсионной реформы заключается в том, что ничего на самом деле не было просчитано. То есть человеческий капитал, модный на сегодня в мире выражение, имея в виду наших пожилых людей, которые всю жизнь трудились на благо страны, зарабатывали деньги, их фактически посчитали просто как затраты, косты. Сегодня основная идеология – это срезать косты, снижать затраты, а по поводу заработка никто не думает. То на самом деле отсюда вытекает и, по сути, пустота этой реформы. И кроме удара по социальным слоям, кроме действительно политической дестабилизации, мы не видим никакого позитива, ничего она особенно и не сэкономила. Поэтому на самом деле нам нужно в ближайшее время настаивать на том, чтобы и детство, и пожилые возраста, и пенсионные в том числе, и экономически активные возраста были правильно просчитаны с точки зрения экономики государства. Ведь на самом деле у нас человек – это главная производительная сила. Инфляция и девальвация в буквальном смысле съедают пенсионные взносы граждан. Ни о каком долгосрочном планировании речь не идет. И в этой позорной ситуации прямая вина чиновников ЦБ и Минфина, которые не смогли сохранить макроэкономическую стабильность, превратив ее в словесный фетиш. Между тем, основа пенсионной системы – это так называемые длинные деньги, которые позволяют на горизонте в 10, 15, 20 лет выработать стратегию социального обеспечения как ныне работающих, так и тех, кто ушел на заработанный отдых. Допустим, возраст пенсионного увеличился. А что касается пенсии, какие будут пенсии у тех людей, кто выходит уже на заслуженный, скажем, отдых? А пенсии будут мизерные. Я даже гарантирую, что они будут при таком отношении к экономике, которую у нас в стране, пенсии будут только сокращаться. И получается, что никаких радостных перспектив у людей, которые всю свою жизнь отдали, трудились во благо своей отчизны, ничего им не светит. Поэтому, на мой взгляд, даже более актуально, с точки зрения вот той же самой пенсионной реформы, говорить о том, а что государство собирается сделать в экономике, чтобы все-таки реально улучшить жизнь людей и, соответственно, проводить пенсионную реформу не в интересах сокращения бюджетных выплат гражданам, а в интересах повышения уровня богосостояния наших пенсионеров. Вот это и есть вопрос к пенсионной реформе. Очевидно, что в России мы с вами имеем концептуальный структурный кризис, когда невозможно сформировать пенсионные накопления. Они либо сгорят, либо аферисты их разворуют, как это уже было неоднократно, с негосударственными пенсионными фондами. Эксперты все чаще происходящего в этой сфере называют административным идиотизмом. Те проблемы, которые пытались решить с помощью пенсионной реформы, они не будут решены на этом пути. И поэтому смысла продолжать пенсионную реформу просто нет. Встает вопрос, а почему же тогда от нее не отказываются, когда уже для всех очевидно, что это решение было ошибочным, а просто потому, что есть такое понятие, как административный идиотизм. Если структура чиновничья, административная, приняла какое-то решение, под нее созданы определенные структуры, намечены мероприятия, расставлены люди, после этого эту машину повернуть, развернуть практически невозможно. Слишком много интересантов с тем, чтобы эту реформу продолжать, хотя она уже сейчас выгодна только тем, кто ее проводит, и совершенно невыгодна ни обществу, ни государству. В следующем 2022 году в России в очередной раз гарантированно будет повышен возраст выхода на пенсию. Это очередной этап так называемой пенсионной реформы. На заслуженный отдых смогут выйти мужчины, которые родились во втором полугодии 60-го года, и женщины, родившиеся во втором полугодии 65-го года. С 2022 им необходимо иметь не менее 13 лет страхового стажа. В этом году, кстати, требовалось только 12. Накопить 23,4 пенсионных балла. Сейчас требуется только 21 балл. С 2028 года повышение пенсионного возраста должно завершиться. Однако не факт, что к этому времени нам с вами не предложат очередную провальную пенсионную реформу. Это Схуа Остаток на Царьграде. Меня зовут Юрий Пронько. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова